У нас есть всего 7 часов, чтобы посмотреть этот город. Помчали? Помчали! Испанцы что-то бастуют. Смотри, какая волна. График – это всегда лицо города. Здесь все просто лаконично. Завтрак мы не стали снимать. Всем привет. А сейчас покажем, что дают на обед. Есть два вида питания. Можно вниз пойти в ресторан, как мы вчера на ужине были. Либо вот шведский стол, мы хотим побыстрее. Здесь поделено также на несколько видов кухонь. То есть, смотрите, индийская кухня, паста, хлебная бунжерия, типа. И здесь рыба. Мясо, птица. Курица жареная, он барбекю. Салат «Цезарь» можно самому себе сделать. Это салман жареный. Здесь что только нету. Тунец, макрель. Ой, надо мне сказать, что макрель взяла. Очень вкусная рыба. Это мексиканские, да? Здесь вы можете сделать тако, паэлью. Здесь полно салатов всевозможных. О, десерт – это отдельная песня. Здесь. Это сельфа с шубой. Это десерты. Нет, десерты пошли. Ну, десерты здесь тоже топчат. Да, можете брать безлимитно, сколько хотите, сколько вам влезет. Мы поначалу брали огромные тарелки. Это в самом первом круизе мы просто… Это ошибка, да. Просто выбрасывали очень много еды. Сейчас мы уже дозируем. Выборочно. Немножко дозируем. Да, да. Я пойду возьму вкусного чая-нибудь. Окей. В общем, ребят, здесь есть еще платформа «Дова Глюко». Бар шампанского здесь. Смотрите, какой он. Это отдельный лифт. Это платформа, которая передвигается. И вот мы сейчас находимся прямо на ней. Здесь обалденный вид. Вниз сейчас камера такая, хоп, из рук выпала. Очень круто, но холодно. С погодой нам, конечно, не везет что-то. Хотя мы в Рим, когда прибудем, будет жарить сейчас 100%. Так, ну что, мы забрели в спа. Нам такой квик-тур устроили. 30 баксов человек стоит здесь попариться. Бесплатный спаза рулить. Словно так. Вода теплая. Да вода горячая, ты охренел. Вот это кайф, бро. Кнопку нажмируй. Вот это, какой-нибудь. Круис здесь, шак-высь, не круис. Для плохой погоды здесь никого нет. Это клево. Такого я еще не видел. Причем, я думал, в специале попросил рядом с лайнером пролететь по-любому. Ребята, хочу вам рассказать о мультикарте ВТБ-привилегии, которой я постоянно пользуюсь в своих поездках. Она очень удобна для тех, кто много путешествует, благодаря таким сервисам, как Priority Pass. Это доступ в международные бизнес-залы в более чем 120 аэропортах мира. Очень удобно, когда вы ждете свой самолет, либо у вас большая пересадка, вы можете отдохнуть, покушать. Консьерж-сервис позволяет забронировать отели, заказать такси, а также спланировать поездку по самому сложному и нестандартному маршруту. Также вы можете спланировать свой досуг, заказать столик в ресторане или индивидуальную экскурсию. Также у мультикарта ВТБ очень крутой кэшбэк до 6% милями возврат за любые покупки. За эти мили вы можете арендовать авто, оплатить билет на поезд или самолет, путешествуйте за счет банка. Кому интересно, более подробная информация по этой карте, оставлю ссылочку в описании. Рекомендую каждому путешественнику иметь ее при себе. 6-0 мы решили поставить. Мелочь была, себе из ваксов поставили. С мелкими деньгами. Чуть подняли. Нормально? 73 баксов. Прямо вводи нахер. Да-да-да. Давай, коллег. Ууу, молодец. Вовремя остановиться. 73 было, я поднял 102. Ну, нормально. Мелочь обменял на 100-долларовую купюру. Опять ограбили казино. Первый ряд огонь. Сейчас всегда тут есть первый ряд. Ну, как будто на сцене находились. Ребят, всем доброе утро. Погода, шепчет. На самом деле, не все так кайфово, как хотелось бы. Бельбауэ, уникальный климат. Здесь все время дождь, потому что горы и океан. Супер креативный чувак. Видите, как креативно можно бабло зарабатывать. Просто из говна и палок, сделал две точечки и начинает колбасить. Ром, ладно, чем знаменит музей? Он знаменит тем, что он собирает современное искусство. Ну, самое классное, это то, что архитектуру этого музея сделал знаменитый архитектор Фрэн Герри. Ну, то есть такой архитектуры подобной в мире нет. И он один из первых архитекторов, кто вообще вот это направление задал. Прозрака нет, ребят. Настя заболела, поэтому не пошла с нами. Ну, в принципе, ничего особо не потеряла, я вам хочу сказать. Бельбау не то место, куда стоит ехать, потому что, ну, непонятно вообще, что с погодой. Испанцы что-то бастуют. Ради бастующих перекрыли просто полностью трассу. Он даже попросил заглушить машину. Мои сугаль здесь месит. Это просто по-божески вкусно. Вот с этим хлебом, Ром. Это треска, то есть местная национальная еда для португальцев. А что она вся белая? Потому что она в соли, она вот так вывешивается. Вот видишь, как, вон. Они прямо на улице ее вешают, вот такую. И чтобы ее есть, вот ее нужно вот так вымачивать. Видишь, они ее вымачивают, и потом можно есть. Вот треска, да. Но она абсолютно невкусная, я не понимаю, почему мы ее так любят. Способ хранения, на самом деле. Но в результате из этого сделали национальную. Коротко о погоде в Бельбау. О, он огромный. Добро пожаловать на борт. Лишний раз убедились, что в Бельбау делать нечего. Можно было бы и не выходить. Так, сегодня у нас ресторан Космополитен. Посмотрим, чем он отличается от других ресторанов. Смотри, какая волна. Сегодня будет обзор еды. Заказать можно все, что угодно, что есть в меню. Это все бесплатно. Мы взяли грибешки и туно-карпаччо. Так, Ром, даже не думай сюда запрыгнуть. Ладно, бери, делюсь половинкой. Это выглядит... А, еще и с грибами. Ты белый гриб стащил, Ром, нахренел. Дай. Кстати, мне здесь больше нравится, чем там. Какой же вкусный салут, да? Ром, закажи еще такое. Это капец вкусно. Мы зря не ходили в этот ресторан, потому что он намного вкуснее. Мы сегодня так объелись. Я съел пять тартаров из кунца. Пять. Это капец какой-то. Десерты, вот, крем-брюле здесь есть. В том ресторане нету. Мороженое с шоколадом. Еще один крем-брюле. Да, и рыба была, и вообще все было. Салфу были офигенные. И грибешки. Все изумительно. Очень вкусно. Настя, тебе вкусно? А что вкусно? Приходите. Крем-брюле. Настя, только крем-брюле и все. И ты. По лайнере делать нечего, поэтому мы от скуки решили запилить с Ромой челлендж. Мы становимся вегетарианцами на несколько дней. Сколько продержимся, не знаю, но вот я за завтрак съел арбузы, там, дыньки и творог. Я съел яичницу. На самом деле поели фрукты, вот, поэтому мы решили сегодняшний день продолжить вегетарианцами. Следите за этим, как меняется наше лицо, как мы подтягиваемся, становимся красивыми. Какие они заменяются, и мы будем показывать, как. Смотрите, все балконы засекленные. Мы находимся в Тааром городе. Кстати, ты посмотрела игру «Присталл»? И что? Дейнерис, сука. Она сумасшедшая. Это тот самый случай, когда женщине нельзя доверять власть. Нельзя женщине бежать. Вы вообще не обижаете женщин, да. Вот, это об этом. Иначе, иначе вам, иначе вам будет... Иначе, сука, сожжем весь уход. Иначе дракарит. Граффити – это всегда лицо города. По граффити можно определить, насколько продвинутый, развит город, да, как некая столица. Здесь все просто лаконично. Культурный стиль, да, вот, в целом здесь хорошо, развит. Да, здесь какая-то девочка бегает, что-то ущемится по-разному. Маски. Ко-оценах натуры в Лакаруне. 2000 евро в Санкт-Петербург, в Москву съездят. Все остальное стоит... Азорские острова – 600 евро. Мадейра – 600 евро. Будапешт – 350 евро. Мальта – 450 евро. Морской воздух левает. Сёрферы гоняют он. Потом оливье, а потом анчелосы. Ребята, здесь очень вкусные закуски. Мы сидим, обедаем в каком-то прибрежном ресторане. То есть по пляжу просто идёте, и вот он будет. Здесь очень вкусно. Саша привёл нас в гетто, короче, нашёл. Вот смотри, покажи этот дом. Просто по форс-квер. Всё расписано, короче. Тут уже начинается график, сейчас кроссовки висеть будут, знаешь. Мы в парк идём. Карсферский район. Нас сейчас в этом парке нагреют. В этом парке, наверное, что-то продают незаконно. Капец, у них белья, да? Ребята, вон парк, мы почти дошли. Очень красивое место. Парни, да? Не, мне ещё нравится, на крыше там чувак какой-то сидит. Я трону, ушёл работать. Мы сейчас идём проверять, как же он там работает. Бедный несчастный человек. Сегодня в воскресенье. Тася с нами в команде. Ты открывай, я захожу как в 15. Бузончик играет, охеренно. Ты так работаешь, правда? Да. Никогда у вас вид классный. А чё мы не здесь? Мы позавтракали с красивым видом на Лиссабон. И сейчас у нас челлендж. У нас есть всего 7 часов, чтобы посмотреть этот город. Помчали? Помчали. Просто целый город. Приехал 3000 пассажиров. Но при этом пришёл не один лайнер, а несколько. И вот смотрите, там ещё два лайнера. Сейчас порядка 10 тысяч человек одновременно высадилось в Лиссабоне. Видим, автобусы стоят, как в Нью-Йорке. Я обычно не рекомендую на них ездить, потому что это очень быстро надоест. Хотя вы посмотрите весь город. В общем, мы взяли тур на автобусе. Стоит 22 евро на человека. Это, в принципе, недорого. С правой или с левой? Я всегда выбираю правую сторону. Привет, ребята! Ох, сейчас загорим, я чувствую. Опасная вот эта штука, что сгореть можно. Вот у них крыша им почётче будет. Что, ребят, мы с вами отправляемся в интереснейшее приключение. Рома, Настя, сделал шляпу. Смотрите, здесь есть на русском, дают наушники. Это Португалия, Лиссабон. На данный момент всё очень грустно, потому что просидели 20 минут в ожидании, пока наполнится автобус. А сейчас просто катаемся по улицам, где нет никаких замечательств. Вообще, прежде никого нет. Мы стоим на светофорах очень долго. Сомнительное удовольствие. Вон, ребят, классно. Мне кажется, очень красиво. Старый и пустой. Ты едешь, тормозит. Очень много красивых зданий, лепнины. Просто не в том, что у тебя выступляющая музыка просто. Да, у меня музыка просто. Ой, смотри, балкон какой-то такой. Вау. Нам уже по второму кругу рассказывают, что население Лиссабона составляет 650 тысяч человек. А пригороди Лиссабона проживает 3 миллиона человек. Покинули этот автобус. Это полная жесть. В очередной раз я убедился, что оно того не стоит. Бас тура, ребят, вот полный скучняк. Это везде так, во любых городах. Смотрите, самое отстойное, то, что мы едем по городу, да, играет просто музыка. Нет, чтобы рассказывать про кухню, про какие-то достопримечательности, про какие-то гербы, знаки города. Просто играет музыка, и когда проезжает памятник, он говорит, а вот этот памятник посвящен этому построен тогда. И дальше музыка играет. А туалеты в Португалии платные. Так, ну что, мы гуляем возле набережной. Такие кафешки прикольные. Там вот мост. Центр города намного приятнее. Здесь прикольно гулять. Я убежал от ребят, чтобы быстренько здесь все посмотреть, потому что они очень медленно заходят. Улицы Красных Фонарей. У нас в России мечтают о таких самокатах, но в Лиссабоне это мусор. Настолько много сервисов развелось по этим самокатам, что смотрите, и Bird, и Lime, и там что-то. Конкурируют, да? И Flash, да. И это все просто куча конкурентов на одной площади. И я уверен, что там сегодня в течение дня их просто растаскают по всему городу, как бы. Очень удобный способ, на самом деле, передвижения. Хотя здесь еще много горок, да, типа вверх-вниз. В Париже их прям дофига, вот прям дофига. Вот когда из ничего делают привлекательное для туристов место. Взяли камни, положили их определенным образом. Все уже интересно всем. Кто-то даже на банку поставил. Вот как... А как вам надо их поставить? Как они стоят? В общем, хочу вам сказать, ребят, что на автобусах всегда теряете просто так время. Лучше походить, погулять. Лиссабон красивый город, здесь очень много интересного. И мы из-за того, что поехали на этих автобусах, все это делал, очень много времени потратили. Поэтому не посмотрели практически ничего. Сейчас идем и удивляемся, насколько здесь все классно. Показываю, как на корабле экономить на алкоголе. Если не хотите покупать в баре пиво по 10 баксов, то вы можете купить это в Дьюти Фри. У нас вышло 27 долларов, бутылка Бомбея, 2 колы. И идете в туалет. Таким образом продукты доставляют на круиз на лайнер. Прям подъезжает фура, загружают, забирают мусор. И так в каждом порту. Поэтому очень сильная еда зависит от того, в какой стране вы находитесь. Если вы в Испании, соответственно, у вас будет хамон, сыры. А если вы там во Франции, у вас будут французские блюда, всевозможные. И это прикольно. Кстати, не прикольно, когда были в Англии, там не очень вкусная еда. И поэтому был такой себе ужин. Настя, оказывается, не надо было алкоголь мешать, нас не проверяли даже. А мы все смешали. Вот, видите, сегодня все португальское. Отличное место. Вечером мы встретились с Сашей в баре и решили купить немножко поп-попового сайта. Да, и смотрите, какой расход. Смотри, какая вода чистая. Ребят, смотрите, можно покушать прямо на крыше, можно так сказать. В саду. Да, и посмотрите. Железный дровосек, да? Железный дровосек. Кстати, классная тема учить английский язык. Смотрите, какое романтичное место. Ну, честно сказать, здесь немного прохладно. Да. Ну, пойдем. Пока рано. Пока рано. Если вот будете на Карибах, они вон все под этими... Под пледиками неплохо, да. Но летом, если поедете летом в этот круиз, то офигенно кайфанете. Реально, вот прямо в саду поужинать, супер идея. Да, мы немножко рановато рванули. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова